Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А между съемками разнорабочий Грачевский мыл полы, подносил или разгружал инквизиты, делал все, что ему поручали И менно. Так он изучил съемочный процесс изнутри. И как бы странно ни звучало, научился о замрежиссерской работы Позже поступил во ВГИК, а потом ему предложили стать директором Яролаша. С тех пор маленькие и взрослые зрители увидели на экране более 700 коротких фильмов Ну что тут говорить, Яролаш – легендарный киножурнал, и к тому же он оказался настоящей звездной кузницей. Трудно перечислить имена всех молодых актеров, которые начинали здесь свою карьеру. Глюкоза, Федор Стуков, Сергей Лазарев, Александр Головин и многие другие. А ты знала, ты знала, что он снимал еще и полный метр. Его первая картина появилась в 2009 году и называлась «Крыша». А второй проект появился в 2014 году. Режиссер снял драму «Между нот» или «Кантрическая симфония». Это картина о любви пожилого композитора к юной девушке из глубинки. О, кстати, на этой неделе выходит тоже парочка красивых фильмов о любви. Вот прям как ты любишь. Запускайте трейлер. Новинка этой недели – мультфильм «Эллиот». Знакомьтесь, Эллиот – маленькая лошадка с большой мечтой. Ему так хочется занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость. У него есть всего три дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них, даже если рогами не вышел. Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно. Следующий новинка этой недели – фильм «Проводник». Девушка Катя обладает мистическим даром. Она видит призраков. Когда пропадает ее сестра-близнец, девочка в одиночку бросается на поиски. В полиции настаивает, что сестры вообще не существует, что она – плод Катиного больного воображения. Однако в процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк. И сестра – одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому. Даже самой себе. Девушки отдыхают актеры замечают представители киноиндустрии. И Чаплин становится сначала актером, а затем и автором многих картин. Все фильмы, снятые Чаплином, гениальны. Малыш, Парижанка, Огни Большого Города, Новые Времена, Великий Диктатор, Огни Рамба. Ой, так бесконечно много их можно перечислять. Он дважды становился обладателем премии «Оскар», Международной премии мира и других наград. Ну и расскажем чуть-чуть о личной жизни. Чаплин был четыре раза женат, и у него родилось 12 детей. Двенадцать? Его четвертая жена была на открытых 7 лет его младше и родила ему последнего ребенка, когда великому комику исполнилось уже 72 года. Ира, а ты еще не замужем? На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Арунич и Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «Шестнадцать». Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!